здравствуйте друзья недавно на одном из наших завтраков для дизайнеров у нас в дизайн пространстве аквариус мы рассказывали об очень интересной португальской мозаики компания кирион вот время пришло и вам рассказать это очень интересная мозаика и отличается она несколькими особенностями первая особенность это очень тонкая мозаика то есть она составляет толщиной чуть меньше четырех миллиметров это очень здорово и удобно потому что мозаика как правило используется на гнутых поверхностях и в этом случае вы можете очень легко и загнуть как внутрь так и наружу и при этом швы поперечные и продольные будут оставаться примерно одного и того же размера соответственно геометрия сетки шва не будет нарушаться и вам не потребуется большого количества затирки которая может потребоваться например при мозаике большей толщины ну и соответственно она не будет выглядеть также плавно в этом изгибе например вот это она имеет толщину сантиметр вторая особенность эта мозаика выполнена из керамогранита то есть это очень прочная мозаика соответственно ее можно использовать в том числе и в каких-то высокопроходных местах ее толщина позволяет ее укладывать вместе например с тонким керамогранитом и таким образом комбинировать эти два материала создавая какие-то интересные акценты третья особенность это особенность которая касается прежде всего монтажа дело в том то что эта мозаика она поставляется не на сетке не на пленке и не на бумаге она поставляется с точечным креплением которое соединяет каждый из чипов друг с другом то есть таким образом нет никакой необходимости отрывать пленку или отмывать бумагу после укладки и также нет рисков так называемого сползания при некоторых нарушениях технологии или использование не совсем правильных средств для укладки мозаики бывает такое что мозаика с этой сетки на которой она поставляется съезжает в данном случае этой проблемы быть не может это тоже довольно интересная особенность но и самое главное мы же все-таки про дизайн про эстетику это большое количество очень интересных необычных я бы сказал цветов есть глянцевые поверхности есть матовые поверхности соответственно матовые поверхности и матовые структурированные поверхности могут с легкостью быть использованы на полу есть большое количество глазурованных поверхностей причем глазурь данном случае очень необычная вы видите то что нет однородных цветов и эта техника глазуровки она схожа с той которую используют в японской провинции мина при производстве посуды. Мозаика получается очень живая, необычная, очень нетривиальная, она никогда не повторяется, соответственно и ваш интерьер будет уникальным и не будет похож ни на какой другой. В глазурь для некоторых серий мозаики добавляется металл, в этом случае мы получаем перламутровый эффект, причем этот перламутровый эффект может быть как для настенных серий, так и для напольных серий, имеющих некий антильсказящий эффект. Формат мозаики может быть 38 на 38 миллиметров, 18 на 78 и 18 на 18, то есть это самая маленькая мозаика. Мне очень нравится серия, которая называется Аква, и она была придумана специально для использования в бассейнах. Помимо использования в ванных комнатах и в бассейнах, эта мозаика будет отличным выбором и для хамамов. Она отлично ляжет на гнутой лавке и, например, на сводчатый потолок. Также она может быть использована и на улице, поскольку сам материал является керамогранитом, и ему не страшны наши морозы, поэтому можно смело использовать как для фасада, так и, например, на крыльце. И помимо всех замечательных технических характеристик, стоит отметить то, что это самая недорогая из производимых в Европе мозаик, и это делает ее еще более привлекательной. С полным ассортиментом этой продукции вы сможете ознакомиться на сайте производителя. Ссылка традиционно будет в описании, а также вот там вы найдете промокод, который позволит вам получить очень интересное предложение при заказе этой мозаики. Спасибо за внимание. Глазурь для изготовления... Глазурь для некоторых очень рекомендую. Качество исключительное, богатство цветовых. Я уверен, что он вам понравится, ну а вы оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова